Добрый день! Компания ОМЗАП.УСКОРОН С нами Михаил Автомеханик А перед вами двигатель от автомобиля КиЭС КиЭС С6Д Этот двигатель у нас продаются новые Он был отправлен по интернет-магазину в город Челябинск И оттуда к нам вернулся, они его установили, потом демонтировали И прислали нам с заключением, что когда машина работает, нагрузка на двигатель 100% Не знаю уж как они мерили и с чем это связано, но претензия есть Сказали, что он заводится, работает, но ему как будто тяжело Поэтому выполняем их рекомендации, они рекомендовали нам его разобрать Потому что сейчас вопрос стоит, мы будем решать, что дальше делать Либо им высылать другой, такое тоже бывает Либо же все-таки они что-то сделали неправильно Потому что на этих двигателях бывает часто Первое, они идут с сцеплением Часто люди, когда покупают его под коробку автомат Думают, что новый болт это новый болт Берет болт от маховика с сцепления Прикручивают на него бублик, маховик этот, который держит гидротрансформатор И мотор клинит Бывает, что вот здесь есть два вакуумных патрубка Они, кстати, помечены цветами на самой машине И здесь вот есть желтая метка И там на одном шланге есть тоже желтая точка стоит Если стерлась, если вы путаете, машина тоже тяжело работает Может быть, катализатор Бывает, много возвратов было, когда люди, у них здесь какой прикол Рвет ГРМ, владельцы знают, счетывает ремень, либо его обрывает И потом, как результат, после обрыва здесь нет проточек Клапана гнет, клапана пробивает поршневую Вот даже бывает ломает шатун И двигатель дешевле поменять Потому что в таком состоянии он стоит 53 тысячи Ну, вот, в сборе стоит, там, по-моему, в районе 65 Это будет сцепление, будет генератор, вкусной коллектор Это если кому интересно Вопрос не в этом Когда его рвет, куски поршней вылетают в каталик Люди не прочищают катализатор, выхлопную трубу Ставят, заводят, осколки поршневые засасывают Обратно он попадает под клапан, да куда угодно попадает Двигатель начинает троить, начинает неустойчиво работать Люди думают, что плохой двигатель И тоже были претензии, приезжают В общем, Михаил сейчас на камеру специально и для людей из Челябинска И просто для наших подписчиков Разберет этот двигатель Мы его разберем до болта Попробуем найти, почему они сказали, что нагрузка двигателя 100% В общем, сейчас будет какой результат Либо двигатель будет действительно бракованный, мертвый Либо все-таки что-то там на машине не смогли определить Все в жизни бывает, все люди ошибаются Поэтому приступает Михаил к разборке Будет вам вкратце рассказывать, что видит Вы это тоже все сейчас увидите В первую очередь мы снимем привод ГРМ Для распределительного механизма Для этого нам нужно открутить штиф Помпа Здесь помпа под ГРМом стоит И о середине крышки Смех Передине крышку И Попробуем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы видите, вообще так как бы крутить нельзя, сразу скажу, обычно крутится двигатель за коленвал, но так как клиенты обратно не вернули, ни штиф, ни болт коленвала, приходится проверять так. Но вывод только один. Распредвалы крутятся легко, свободно, особого усилия я не прилагаю. Это говорит о том, что ничего не зажатся. Продолжаем разбор дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ремень мы сняли, все закрывающие его крышки мы сняли. Теперь мы можем приступить к разбору и демонтажу заловки блока цилиндров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под клапанной крышкой что мы видим? Здесь идет у нас постель распредвалов. Вот. Она откручивается, и тогда мы сможем достать распредвалы, добраться до гидрокомпенциаторов, клапанов и всего остального. И болтов ГБЦ соответственно. Ну, в принципе, в принципе, болты ГБЦ можно открутить вот так. Вот я смотрю. Видите? Вот они есть, отверстия под них. Вот, вот. Можно выкручивать так. В принципе, мы, наверное, так сейчас и сделаем, потому что распредвалы мы проверили, они крутятся свободно. Ну, хотя, с другой стороны, для дефектовки постели стоит все-таки разобрать все, посмотреть, что там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что, постель, в принципе, нормальная. Ничего нет. Распредвалы точно такие же, нигде не выработки. Распредвалы еще нет. Первый вывод покупателей был, получается, у нас неправильный. Остальные. Смотрим. Распредвала нет ничего. Потом затяну. Головка тоже цепляет. Попусти, но буду, когда заведу. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Если этот болт длинный закрутить вот сюда, это ключевая часть двигателя, первый цилиндр, то пробивает блок и начинает... Что у нас? По-моему, антифриз, насколько я помню, течет в масло. Ну, в общем, беда с двигателем. Приведется менять блок. Помните, вот он с желтой сметочкой. Они ставятся в начале. Поршневая, как мы видим, в отличном состоянии. На стенке цилиндров. Ну, как говорится, двигатель детственнее. Заводите внимание, если нажатием он подключается. Будем теперь разбирать нижнюю часть двигателя. То есть снимать поддон, смотреть, как там поживают вкладыши. Металлической строжки не видно. Заборник чистый. Забираем дальше. Заборник чистый. Заборник чистый. Вода стоит тоже объективно. Большая потертость, но я не скажу, что это какая-то задира или все остальное. Ну, как мы и думали, в коленвале ничего нет, как и на распредвалах. В принципе, коленвал мы проверили. Ничего нет, откуда они взяли эту нагрузку, тоже непонятно. Самое интересное, чем они это выяснили и как. Сейчас нам осталось что, достать поршня, посмотреть на них, что мы сейчас и сделаем. Поршня, ну, они новые. Что еще по ним можно сказать? Они новые, кольца все ходят. Все свободно. Как мы и думали. Двигатель, нам все в порядке. Нужно было просто проверить либо катализатор, либо... Ну, в общем, какая проблема в самой машине, из-за чего у них там все это происходило. Как бы в самом двигателе нет ничего, что могло бы создавать какую-либо нагрузку. Что они показывают? Итак, вы посмотрели, тут ничего не было за кадром. Тупо разобрали. Мы признаем всегда свои ошибки, всегда обмениваем. Людям помогаем, возвращаем. Не скажу, что мы прям идеальные конфликты и ситуации. Всегда в любой работе с людьми бывает. Но в данном конкретном случае люди, которые нам его прислали, надеюсь, наши подписчики, видят, что, в принципе, ну, что-то видно. Хон есть, все есть. Вкладыши, поршня, все целое. Поэтому сейчас мы свяжемся с клиентами и определимся. Либо они заберут в таком состоянии, такое тоже бывает, кто-то скажет, я сам соберу. Либо же мы сейчас превратим его обратно в двигатель S6D в сборе. И отправим им обратно. Но это уже немножко другая история. Таким образом, подписывайтесь на наш канал. Если остались у вас вопросы, пишите их в комментариях. Либо приезжайте, звоните нам. Узнавайте больше о ремонте корейского автопрома. И не забывайте поставить лайки. До свидания.